МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смоленская АЭС переходит на сухое хранение. Надеемся, что наша с вами судьба в проекте будет очень водотворным и хорошим. Проект «Слава Созидателям» продолжается. Наша семья – это такое подобие мира, которое нас окружает только в нашем доме. Победа детского сада «Ласточка». В области раскрыта серия имущественных краж. А теперь об этих и других событиях подробнее. В Смоленской области появится первый центр подготовки к военной службе. Об этом сообщили на заседании Координационного совета по патриотическому воспитанию молодежи в администрации региона. Первый центр собираются открыть на базе лагеря «Старт» в Красном Бару. Если опыт будет удачным, аналогичные лагеря могут появиться и в других районах области. Жители Смоленской области могут записаться на прием к врачу и изучить информацию об оказании медицинской помощи через портал Госуслуг. Там открыт новый раздел «Мое здоровье». Чтобы записаться на прием, необходимо заполнить электронную форму с указанием номера полиса обязательного медицинского страхования. Власть и общественность поддержали развитие инфраструктуры атомной отрасли по обращению с отработавшим ядерным топливом. В 2018 году Смоленская АЭС получит лицензию Роскомнадзора на эксплуатацию хранилища. В Рославле прошли публичные слушания. Об этом наш сюжет. 25 июля в Рославле прошли общественные слушания на тему ввода в эксплуатацию пристроя «Хаят» и комплекса хранилища контейнерного типа. Общественные слушания организовали администрация Рославльского района и концерн «Росэнергоатом». В обсуждении приняли участие 440 человек. Весь зал был полным. Это доказывает, что тема развития атомной энергетики в нашем регионе актуальна для экономики России. Мы не разделяем город и объект. Это все единое целое. Те задачи, которые цели ставят перед нами, мы достигаем вместе. То, что мы имеем информацию полную и регулярную, это говорит о том, что наши жители знают, понимают, видят состояние атомной станции. Мы гордимся даже тем, что она находится рядом с нами, потому что это станция, которая вырабатывает 80% электроэнергии, которая вырабатывается на всей нашей области. Специалисты-разработчики проекта хранилища уверены, что ввод хаят в эксплуатацию повысит безопасность атомного гиганта. Сотрудники Рыбнадзора провели природоохранный рейд по реке Днепр. Составлен протокол об административном правонарушении за несанкционированный забор воды из Днепра для нужд одного из садовоческих товариществ. Штраф за нарушение водного кодекса для юридических лиц составляет от 200 до 400 тысяч рублей. А штраф за оставление мусора на берегах водоемов для физических лиц составляет от 3 до 4,5 тысяч рублей. Всего к административной ответственности в этом году привлечено почти 70 человек. В последние годы на территории Смоленской области отмечается устойчивая тенденция снижения показателей аварийности. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник регионального управления полиции Василий Салютин. Предпринятыми мерами на федеральных автодорогах Смоленской области в первом полугодии текущего года удалось добиться снижения числа погибших в ДТП на 34%, а также уменьшения тяжести последствий автомобильных аварий. Коллектив первой школы продолжает работать в проекте «Слава Созидателям». Кто станет героями будущих – видеоинтервью, расскажем в нашем сюжете. Это уже третья встреча в стенах первой школы. Воспитанники лагеря для старшеклассников «Круто», они же юные журналисты, ловили каждое слово выступающих. В этот раз в гости к ребятам пришли Алексей Федосов, заместитель начальника ОМВД по городу Десногорску, Олег Пресняков – руководитель Десногорского лесничества и Евгений Свиков – капитан речного флота. «Прежде всего, воспитание патриотизма и в целом, и у нашего подоставящего поколения, чтобы они знали, кто город строил, как это делалось, что отцы и деды тут строили, чтобы знали нашу историю города». Эти хорошо известные люди нашего города стали героями будущих фильмов для Всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателям». «Этот проект будут подготавливать дети, то есть учащиеся в первой школе, насколько я знаю, а детям отказывать нельзя. Это наше будущее, это наша надежда. Постараюсь всё возможное сделать, и так же ещё и невозможное». Юные журналисты первой школы активно участвуют в конкурсе «Слава Созидателям» и все вместе пишут историю страны «Росатом». С начала 2017 года налоговики продуктивно поработали со 130 налогоплательщиками, которые, согласно отчётностям, выплачивали заработную плату ниже величины прожиточного минимума. По итогам работы комиссии почти все они повысили зарплаты своим работникам. В результате в бюджет дополнительно поступило почти 3 миллиона рублей налога на доходы физических лиц. На Смоленщине приступили к уборке азимого рапса, возделыванием и переработкой которого успешно занимаются в целом ряде районов области. В одном из сельхозпредприятий Монастырщинского района под азимый рапс выделили 100 гектаров. Половина уже убрана. Средняя урожайность – около 10 центнеров с гектара. Коллектив детского сада «Ласточка» стал победителем в международном грантовом конкурсе «Православная инициатива», на которой был представлен проект «Семьёй дорожить, счастливыми быть». Подробности далее. Проект направлен на укрепление семьи, возрождение семейных ценностей и традиций. Проектом предусмотрены очень разнообразные мероприятия. Это музыкальные и творческие встречи, фотовыставки и экскурсию по городу. И, конечно же, образовательные мероприятия для детей и взрослых. Мы уверены, что наш проект объединит воспитанников, родителей и всех нас вокруг семьи с самого дорогого и значимого в жизни каждого человека. Одно из ключевых мероприятий – это День семьи, любви и верности, участниками которого стали воспитанники детского сада и их родители. Особое внимание педагоги уделили многодетным семьям, которых чествовали в этот день, а они, в свою очередь, поделились секретом своего семейного счастья. А в холле детского сада у главного входа оформлена фотовыставка «Отцы – молодцы», которая была приурочена к Международному Дню Папы. Наши воспитанники, их родители тоже приняли активное участие, принесли фотографии своих замечательных пап и всей семьей. И тоже хотелось выразить им благодарность за их активное участие в этой выставке. И дети, и взрослые, проходя мимо выставки, тепло вспоминают счастливые моменты, проведенные в кругу семьи. Начиная с 2013 года, в рамках первых трех этапов региональной программы из 133 аварийных домов области переселены около 2000 человек. Общая стоимость программы, в которой участвуют 9 муниципальных образований региона, составляет почти 2 миллиарда рублей. Смоленский участок Днепра пополнился благородной рыбой. В главную реку Смоленщины выпустили более 30 тысяч особей стерляди. Трехграммовых мальков вырастили в смоленском рыбхозе. Если эта рыба семейства осетровых удачно адаптируется в новой среде обитания, то уже через несколько лет ее вес может достигнуть нескольких килограммов. В течение двух летних месяцев в первый отдел полиции Смоленска поступали заявления о кражах в частных домах. Все подробности вы узнаете из нашего сюжета. Преступления были совершены идентичным способом, что указывало на серию. Злоумышленник выбивал стекла из окон и проникал в дома. Оперативники опросили потерпевших, свидетелей, а также изучили записи с камер наблюдения. Подозреваемого задержали недалеко от места преступления. В сумке полицейские нашли краденые вещи. Подозреваемый сознался во всех фактах по заявлениям потерпевших. В настоящее время установлена причастность задержанного к четырем кражам на территории города Смоленска. Общая сумма ущерба оценивается более чем в 650 тысяч рублей. Максимальные санкции по данной статье – лишение свободы сроком до 6 лет. А сейчас новости спорта. В парке культуры и отдыха Лопатинский сад состоялся любительский шахматный турнир. В нем приняли участие 28 человек в возрасте от 6 до 80 лет. Турнир не рейтинговый, поэтому на кону в нем не столько престиж, сколько удовольствие от игры и приятные сюрпризы. И в заключении наш анонс. В субботу, 29 июля, на Десногорском водохранилище состоится «Байк-рок-фестиваль «Атомный угар-2017». Он пройдет уже в шестой раз традиционно в деревне Богданово. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала «Десна-дефиз-тв.ру». Благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова